всем привет сегодняшнее видео это мои котлеи но прежде чем их показать я бы хотела вам рассказать как я разместила свои некоторые блоки для экономии места перед вами сейчас афродита лишившиеся трех листочков сверху ну и как мы говорим центра точки роста это точка роста у нас отломилась при падении следующее растение это котлейка который благополучно растит свой новый росток очень красивые корни ну и соответственно она меня очень радует потому как именно на блоке ей все понравилось а до этого нарастла коре и благополучно сгнила вторая часть ее следующее растение это гигантея у нас есть тот же рост еще одного листика есть корешки как вы можете видеть очень хорошие это уже растущие то есть на блоке этому растению намного больше понравилось следующее это моя красавица сидерия джапоника тоже уже объявила этот блок своими корнями очень красиво выглядит но пока еще не цветет из-за того что у меня дома все же тепло ей нужны хорошие прохладные температуры детка у нас вот такая была большая я уже заметно и будем ждать это диндробиум один из у меня таких два он тоже благополучно растет новые бульбы и этот спецоузов который мне попался в подарок тоже хорошо себя чувствует ну а распределила их вот таким образом просто на цепочки на крючочках и растут они у меня пока ближе к окошку дабы больше было солнечного света хоть и есть лампы которые я купила также новые но я считаю что солнце все таки необходимо лампы могут заменить но на некоторый период времени все-таки основное это конечно же солнце солнце дает нам тепло благодаря ему происходит фотосистис ну и естественно развитие совершенно по-другому просто продвигается ну а следующее это я хотела бы конечно показать свои котлеи котлеи которые вы видели полтора года назад совсем маленькими но на сегодняшний день уже заметно они подросли распушились я бы так сказала и они уже готовы к следующей пересадки я прикупила новые вазончики и буду скоро пересаживать сейчас перед вами красотка одна из берлин старт одна посажена вот данная в керамзит просто керамзит без ничего нет никакого осмохота там на чехол особенно керамзит засыпала и все поливаю как обычно наполовину вазончиками воды они стоят у меня также 36 часов потом я просто их сливаю и потом пять дней просушки подкармливал как обычно также раз в день день минеральными удобрениями это весна-лето ну и фосфорными это зима раз в месяц то есть всего лишь три раза они у меня были пролиты и как вы можете видеть по листве очень красивые листики и я согласна с тем что все-таки в домашних условиях мне легче контролировать их рост и болезни слава богу на сегодняшний момент у меня ничего не болит и у моих растений также они растут здоровые и живые листики у всех беспятен нет обмануть скажу что есть у стонхопии только некоторые повреждения а вот у этих красоток всех очень даже неплохо выглядит листочек и вот есть новый росток еще один здесь просто куча корней конечно же я хотела бы это все пересадить в ближайшее время я наверное этим займусь и захотела заметить что вот именно у этого растения листики немножко такие как будто кожистые похоже немножко на кожу достаточно жесткие и плотные конечно же не может это не радовать потому как если бы ей чего-то не хватало то естественно листочки были бы совершенно другие вот такое красивое растение конечно я очень надеюсь что она засветет по его так скажем сорту потому как за последнее время у меня было несколько разочарования на эту тему и я уже даже честно говоря не знаю чего ожидать от этих растений которые вот сейчас растут подрастают и которые я купила совсем маленькими здесь корешки у нас были задеты можете видеть они остановили свой рост но в озоне и с другой стороны все еще есть вот так я подвешиваю то есть растение не стоит у меня в стаканчике в этом в подвешенном состоянии висят на нижней полке под лампами новыми лампами которые я купила недавно они очень интенсивные в них очень много света на самое что интересное люксах немного меньше чем по другими и при этом почему-то сгорают даже ванду то есть становится грянами от ламп я пока наблюдаю за этими лампами и уже немножко сделала так чтобы было больше расстояние от растения до самих ламп для того чтобы не позволить больше растениям такими становиться вы видите здесь есть немножко и смокот это керамзит тоже посадка в чистый керамзит сверху буквально один кусочек коры и пенопласт всегда видно по растению к с какими листьями оно к вам пришло и какая часть растения подра выросла уже в ваших условиях чутко на этом растении можно было это увидеть это корола очень красивое растение и я очень надеюсь на ее рост и развитие в дальнейшем будущем и конечно же обязательно покажу их вам ну а следующую котлейку который хочу показать это рядом стоящая еще одна красотка к полученная от того же продавца что и предыдущая и растет она у меня тоже в керамзите очень хорошо разрослась как вы можете видеть листве более чем достаточно новые ростки снова растут весна конечно все это радует и замечательно она выглядит как вы можете видеть но до цветения нам осталось еще годик полтора данное растение растет и цветет красивыми цветочками но предыдущие вот эти листики которые я показала это с такими она к ним не пришла и можно видеть от маленького до почти взрослого листика она вот такой была все остальное наросло в моих условиях стоит вот так же в стаканчике я заливаю наполовину вы можете видеть по зелени в принципе и подкармливаю все так же как и остальные растения не более не менее ждут тоже свою пересадку все остальные котлейки мои я обязательно ссылку оставлю как они выглядели последний раз когда вы их видели и были они тогда в системе с простушка у меня а теперь растут в керамзите следующая парочка это одно и то же растение которое развалилась у меня когда я его получила она была совсем крошечным и я рассадила также пробовала их системе с просушкой но потом при получении керамзита конечно же не удержалась и всех малюток пересадила керамзит в принципе могу одно сказать что для маленьких растений за совсем крошечный практически сладким система с просушкой не подходит все-таки это нужно брать более здоровое более взрослое растение более окрепшие стильным иммунитетом только тогда будет виден результат я их конечно помучила более чем достаточное время но потом пересадив конечно же они кинулись в рост и естественно не было тогда подкормок а потом пошли подкормки и соответственно и результат совсем другой вы видите новые ростки развиваются они в принципе неплохо здесь буквально пару кусочков внутри вазончика есть угля и основное конечно это только керамзит даже нет пенопласта а смокот я в эти вазончики тоже не положила я поливаю с удобрением и думаю что это более чем достаточно листики протираю как обычно либо водичкой либо лимонным соком все зависит от того какое время у меня есть для данного действия ну а еще одна парочка тоже одинакового растения это розита тоже очень красивое растение одно из них вот это было посажено в память об одном ребенке как вы видите они оба растут и тоже уже требуется им пересадка в общем это весной у меня сплошные пересадки они давненько здесь уже растут больше года можно сказать и конечно же все с ними пока хорошо мне это естественно радует есть вот такой большой новый рост у одного и у другого растения когда они ко мне пришли говорю еще раз они были очень маленькие у них даже страшно было брать в руки что называется но потом постепенно конечно росли вы где-то более медленно где-то побыстрее вот эта зелень естественно появляется от того что они у меня стоят ближе к солнечному окну ну что делать я им нашла место на южном окне сейчас они получают солнечный свет только во второй половине дня буквально полтора часа и вот за это время получается более чем достаточно им даже чтобы поселенеть остается удобрение я не промываю керамзит особо под проточной водой а просто поливают той водой которая у меня есть можно видеть какие маленькие листики были и вот какими они уже стали сравнивать есть с чем в общем два растения растут конечно долго до цветения нам ну что поделать будем ждать время пока еще есть очень надеюсь что смогу им по их и его вам показать вот такая вот зелень образовывается видите поэтому я тоже считаю что нужно обязательно их пересадить дабы не превратить это все в болото еще терпимо на них можно посмотреть буквально пару дней а потом я займусь пересадками ну и к следующим цветочком переходим плавно это еще одна красотка berlin star который я пересадила в корзинку и в корзинке он очень хорошо освоился этот раз этот росток и как вы видите нарастил очень много бульб сейчас снова дал новенькую листики очень тоже неплохо выглядят света более чем достаточно но пока они как-то растут слишком близко к коре я считала что они должны вытягиваться пока наблюдаю за ними пока изучаю и очень надеюсь что все таки это не менее котлея более взрослая будет побольше чем на данный момент вы ее видите пока простим посмотрим чем же это все закончится надеюсь что не будет разочарования во время цветения я вам показываю сейчас листики которые тоже вот так немножко кожистые возможно это разновидность такой котлеи потому как не у всех такие листья остальные практически все глянцевые эта котлейка растет у меня в коре и в корзинке в которой когда-то пришла ванда корней там более чем достаточно их можно видеть я уже приподнимаю потому как росток начинает развиваться вверх и для того чтобы его не сломать приходится что-нибудь вот так подвязывать и придумывать вот такая еще одна группа растений и покажу вам еще одно котлею которая растет у меня здесь на блоке одну из частей вы уже видели на блоке висит у меня а это так что пришла можно сказать недавно в 2018 году котлея очень красивая вот такое ее название это кросс и она была с темными черными пятнами у оснований боль я ее почистила и тогда держала фунгициде трижды насколько я помню вот эта часть пришла новый росток который был у нее как еще маленьком зачаточном состоянии он подрос и на сегодняшний день у нас есть хороший рост корней вы можете видеть она уже прямо впилась корнями в этот кусочек нашего нашего крупного дерева вам и вот такой новый еще один побег у нас растет все что я сделала это я просто ее прикрепила проволокой пару кусочков коры и совсем чуть-чуть мха и вы можете видеть что сейчас она чувствует себя более чем хорошо растет корни зелененькие растущие значит ей понравилось стоит у меня на обычной полке без ламп то есть на нее лампового цвета вообще нет не попадает а только солнечный свет в течение дня тот что бывает обычно в зените но я уже не помню говорила или нет я притеняю на сегодняшний день потому как бывает очень яркое солнце даже когда я остаюсь за стеклом мне тепло оно греет мне прямо чувствую как она греет поэтому я боюсь за листья я стараюсь прикоснуться к ним для того чтобы понять насколько им тепло и если они очень горячие то я понимаю что солнце горячее ну и вот такие были мои растения котлейки я желаю всем отличного настроения пришла весна у нас включается шоппинг и мы начинаем искать судорожно новые орхидеи всем еще раз здоровых орхидей красивого пышного цветения и отличного настроения всем пока пока благодарю вас за просмотр и за ваши комментарии всегда рада видеть вас на своем канале